Добрый день, дамы и господа! У микрофона Леон Вайнстайн и речь пойдет еще раз о том, что мешает Украине выигрывать войну. После того, как я начал говорить о коррупции в Украине, ко мне стал стекаться поток информации с рассказами о том, что происходит как на фронте, так и в тылу. Ну, естественно, что большинство этих писем обращили просто жалобы, которые проверить невозможно, но время от времени начали приходить и серьезные истории, и об одной из них я сейчас расскажу вам. Ко мне попала копия письма генерального директора американской фирмы UDS, это Ultra Defense Corporation, UDC, извиняюсь, от 28 октября 2022 года. Копию письма вы можете увидеть сейчас. Письмо за подписью Мэтью Херинг, это гендиректор этой фирмы, к Владимиру Пикузо, директору департамента закупок вооружения Министерства обороны Украины. Тема письма, починка и доставка М109Л, то есть, ну, гаубиц. А то, что называли Хаувицер, Хаувицер, что-то такое, да? Я бы хотел обратить ваше внимание, говорится в письме, на вторжение ваших сотрудников в учреждения, принадлежащие Министерству обороны Италии. Инспектора еще в мае проверили все имеющиеся в наличии гаубицы. Написали об этом детальный отчет, на основании которого вы должны были перечислить нам оговоренную сумму насчет нашей компании. После чего мы должны были начать ремонт и поставку гаубиц в армию Украины. Мы считали, что это необходимо сделать срочно, так как, по вашим словам, Украина нуждается в оружии и были готовы немедленно начать ремонт гаубиц. Вместо этого ваш департамент в течение шести месяцев не переводил никаких денег и никому ничем не сообщал, но вдруг заявил итальянцам, что чинить и поставлять гаубицы будет теперь какая-то другая компания. То есть в то самое время, когда вы подписали контракт с нашей компанией, вы в свою очередь, а мы в свою очередь с итальянцами, вы подписали контракт на ту же самую работу с какими-то третьими лицами. Ваше письмо привело Министерство обороны Италии в состояние неуверенности, в действительных намерениях вашей стороны. Окей. Давайте мы сейчас остановимся на секунду и постараемся разобраться, что же такое мы с вами прочли. Американская компания подписала контракт с Министерством обороны Украины на ремонт гаубиц, который находится на балансе Министерства обороны Италии. В свою очередь, американская компания на базе этого соглашения подписала договор с итальянцами о ремонте и отправке гаубиц на фронт в Украину. В июле 22 года инспекция украинских военных подтвердила наличие и состояние гаубиц, и Минобороны должно было проплатить некую сумму в качестве аванса. Вместо этого 5 или 6 месяцев спустя в Италию без согласования с итальянцами, с Минобороны Италии, были отправлены некие новые инспектора, может быть, те же самые, кстати. И пришло письмо, что чинить и поставлять гаубицы будет теперь какая-то совершенно другая компания. Сразу хочу вам сказать, что в западном мире, пожалуй, в восточном тоже, так действовать не очень принято. Если с людьми расторгают договор, ну, как минимум, надо их об этом предупредить, ну, и дать какое-то основание для того, чтобы его расторгать. Ну, ладно, обратно к тексту. Теперь позвольте ответить... Это опять текст письма, это американская компания, которая ремонтная компания, значит, к представителю Министерства обороны. Теперь позвольте ответить на ваше утверждение, что мы задерживаем поставки. 1 июня 2022 года контракт подписан, и мы были готовы к работе. От вас не пришла оплата. По договору вы платите в июне, а мы чиним и привозим гаубицы до 14 октября 2022 года. Эта задержка более чем на 20 недель не наша вина, а вина того, кто не выполнил условия договора и не проплатил. Ваш первый платеж пришел в октябре, и теперь мы начинаем работать. Скоро начнет Рождество и другие государственные праздники. В конце года в Италии и в Европе этот плат празднуется религиозно. Это будет титаническим усилием со стороны UDEC и итальянского правительства, чтобы сейчас отремонтировать и до конца года срочно поставить вам первые 33 гаубицы. Но, к огромному сожалению, продолжается письмо, на этом возникшие проблемы не заканчиваются. Даже после того, как прошло более 6 месяцев, вы хотите внести новые изменения в существующий подписанный утвержденный договор. Любые изменения увеличат срок исполнения контракта, потому что остановят нас и заставят нас заниматься юридическими проблемами, вместо того, чтобы заниматься поставкой вооружения в украинскую армию. Это пишет иностранец в Украину. Мы были и продолжаем быть готовы сделать это как можно скорее. Мы с вами провели длительные переговоры, заключили контракт, который устраивал все стороны. Главное это то, что по этому контракту вы получали бы необходимое Украине вооружение, получив первую часть платежа. Это вот то, что они пишут, в октябре они получили, да? За даток, аванс, не знаю. Мы начали закупать недостающие детали, а теперь должны отказаться от всех своих заказов и снова ждать. Хочу напомнить вам, что итальянское правительство передает вам эти гаубицы бесплатно. Они несколько ошарашены тем, как украинская сторона ведет себя во время этой сделки. А вот далее, вообще все было забавно, да? Но далее просто поражающее заявление, сделанное иностранной компанией в отношении высшего руководства Минобороны Украины. Ваша настойчивость в дальнейшем изменении контракта после того, как работа началась, является победой для ваших врагов и тех, кто хочет саботировать усилия по поставке оружия украинской армии. Письмо показалось мне настолько ошарашивающим, что я решил попробовать разобраться с фактами и представляю на ваш суд то, что я нашел, накопал. В марте 22 года в СССР появилась острая потребность тяжелого вооружения. В пушках, гаубицах, тактических ракетных комплексах, комплексах ПВО. Украинцы обнаружили, что на балансе у Минобороны Италии имеются гаубицы, находящиеся в нерабочем состоянии, но часть из которых можно было бы отремонтировать. Посольство Украины обратилось к итальянским властям и было получено разрешение на то, чтобы передать эти гаубицы бесплатно Украине в починку. Условием итальянца было то, чтобы чинили только в компаниях, которые были авторизованы американским изготовителем этих гаубиц. Итальянцы предложили в качестве такого исполнителя американскую компанию Ultra Defense Corp. Как я уже говорил, UDC. В 21 году компания прорабатывала этот вопрос поставки САУ М109 страны Ближнего Востока и знала, как их приводить в порядок. То есть люди с опытом были. А теперь немного о том, что происходило далее по утверждению нескольких человек в той или иной форме, имевших отношение к этой сделке. Вот можно этому верить, можно не верить. Я рассказываю потому, что детали всегда придают интерес такого рода история. Могу ли я на 100% гарантировать, что все, что мне рассказывали, правда? Нет, не могу. Но давайте послушаем все-таки и будем делать выводы сами. Президент компании, значит, UDC, Хэринг Мэтью Ферргус и вице-президент Армен Миликян, ну, по-американски он Арман Милик, прилетели в Украину, где познакомились с полковником Анатолием Сандурским. Прямые обязанности Сандурского по линии военной контрразведки это курировать все закупки военных товаров. Сандурский привел представителей UDC, ну, очевидно, проверив и выяснив, что они, так сказать, в порядке, в кабинет помощника министра обороны Дениса Шарапова, который курирует все закупки армии. Денис Шарапов объяснил острую необходимость ВСУ в данной позиции и объяснил, что президент Зеленский каждый день поднимает вопрос снабжения ВСУ тяжелым вооружением и требует быстрее обеспечить ВСУ гаубицами. Гаубицы находятся в Италии, и они требуют ремонта. Представители UDC утверждали, что смогут обеспечить поставки боеприпасов и срочного ремонта, а также обучить украинских военнослужащих к пользованию и производить простейший ремонт оборудования. Денис Шарапов предложил Армену встретиться с представителем Укрспецэкспорт. Не очень понятно, что экспорт делает здесь. Я бы сказал, что нужен Укрспецимпорт. Но, в конце концов, кто знает, почему это у них так построено. Николай Коломейцев и Михаил Морозов. Михаил Морозов – это руководитель, Николай Коломейцев – его зам. То есть Морозов, если не ошибаюсь, был сотрудником КГБ СССР, А у нас в Америке говорят, однажды ГБшник, всегда ГБшник. А также прошла эта встреча, а также там присутствовал партнер, партнер Укрспецэкспорта, партнер, который из Америки тоже приехал, EOLIS Solution Group, который находится в городе Кловис, США. Американец оказался своим, и тройка стала убеждать Малика Армена увеличить продажную стоимость. Увеличить. Не торговались, уменьшить. А начали убеждать его увеличить продажную стоимость гаубицы. Починка, доставка, боеприпасы, я не знаю. С 1,23 миллиона долларов на 2,03 миллиона долларов. А образовавшуюся прибыль в 700 тысяч долларов с каждой гаубицы распилить по-братски. Полный контракт на 120 гаубиц принес бы участников, ну, такого, левого заработка аж в 80 миллионов долларов. По 40 миллионов американской и украинской стороне. Ну, по-братски, то есть, да, как говорится, на крови украинских солдат, детей и матерей. А, значит, Армен отказался от завышения стоимости. Мы узнаем, почему, чуть позже. Алекс, вот этот американский партнер Минобороны, может, тоже из того же медведомства, кто его знает, начал угрожать срывом контракта. Михаил Морозов через посольство Украины в Италии пытался объяснить итальянцам, что только его друг Алекс может купить М109, а UDC не сможет, и сделка вообще ничем не закончится. Для итальянцев интересно, да? Потому что они это передают бесплатно. Анатолий Сандурский предложил Армену Мелику заплатить 15% от стоимости контракта наличкой. Мол, а Украина тогда даст тукей на закупку. Вот. И Анатолий Сандурский, кличка среди сослуживцев Сандаль, после учебы попал в экономическое подразделение СБУ. Любимое высказывание Анатолия – это «нет экономики, нет интереса». Ну, то есть, нет бабок мне лично, делать ничего не буду. Он по упорным слухам занимался от СБУ отмыванием денег, которые воровались из бюджета Украины. В марте 2022 года указан президента Зеленского за номером 102, 2022, назначен заместителем председателя службы безопасности Украины. Сандурский человек Дамида Арахания по слухам не делает ни шагу без разрешения шефа. Курирует от военной контрразведки закупки вооружений и товаров для Минобороны Украины. Скандальные сообщения в СМИ Украины, что Министерство обороны закупает продукты для военнослужащих в 2-3 раза дороже, чем в магазинах Киева, это как раз вот эта вот группа товарищей, о которой я рассказываю. Без них ничего для армии Украины не покупается. Обратно к гаубицам. Инспекция на месте о наличии состояния гаубиц закончилась, как мы уже знаем, в 2022 году, в июне, после чего был подписан контракт на 120 гаубиц. Платеж в сумме 19 миллионов 842 тысячи 900 долларов США фирма UDC получила и, как мне сообщили, Анатолий Сандурский получил откат 3 миллиона долларов. Еще раз хочу сказать, что подтвердить эту информацию документально я не могу. Но после закупок миллионов яиц по цене в 3 раза превышающую розничную, меня ничего уже удивить не может. Эту сумму, ну там приблизительно 20 миллионов долларов, украинская армия должна была потратить на то, чтобы получить 18 отремонтированных, приведенных в рабочее состояние гаубиц, которые и так необходимы на фронте. Что же происходило позже в этой трагической для украинского народа истории? 22 февраля 23 года Владимир Пикуза от имени Минобороны Украины отправляет письмо американскому поставщику, то есть тем, кто должен чинить и поставлять гаубиц. В письме сказано, что оплата от Минобороны пошла 12 октября и по условиям контракта в течение 30 дней первая партия из семи гаубиц должна быть доставлена в Украину. Американская сторона опоздала на 26 дней и должна выплатить Минобороны штраф в размере 1 миллион 742 тысячи 52 доллара США. Копия письма имеется. Как вы понимаете, мой интерес не в разборках между поставщиками оружиями Минобороны. Меня интересует, пришли ли гаубицы в Украину, подчинены ли они и помогают ли украинскому народу громить захватчик. И тут мне в руки попадает запись разговора Игоря Петровича Зинковского. Это советник главнокомандующего украинской армии. Сейчас услышите его голос и слова о том, что принять неисправленные гаубицы армия не может. Неисправленные. Ну давайте послушаем. Он считает, что причинные гаубицы поставлены напрямую от агенции, это Минобороны Италии. На самом деле их принимала Минобороны Украины. Но он на этот момент не знал, что приняли неисправное оборудование свои. Это недостатки, которые выявили здесь при приеме военными. Вот наша ЗСУ принимала вооружение, приняла у агенции. Получается, что агенция не принимала. Они говорят, что якобы агенция не принимала в Италии, что они чисто их забрали. Можно ли подтвердить, что действительно ли она не принимала или она приняла и подписала акты? Потому что это проблемы к агенции. Каким образом они так принимали, что они приняли с такими недостатками по вооружению? Ну и как-то сказать, как мы можем в этом всем помочь, чтобы хотя бы здесь мы получили... Просто мы конечные пользователи, мы получатели, мы не принимали участие в этих всех их схемах и всего остального. Это принимала агенция. А мы принимаем здесь у агенции ЗСУ. И получается, что при приемке в агенции мы выявили столько недостатков. Мы сейчас предъявлять претензию и теперь понимать, кому предъявлять претензию. Если агенция приняла, значит тогда нужно их жарить. А если агенция не приняла, значит тогда это проблемы с компанией, которая занималась там ремонтом. Почему они так халатно сделали эти машины? Потому что у нас не допускают на машины вообще. На некоторых машинах, на пушках даже нет затвора. Как это такое вообще может быть? Ну это вообще какой-то нонсенс. Просто нонсенс. Спасибо большое. Вот данные от четырех представителях Минобороны. Иван Матвиенко, Антон Воронин, Алексий Гаран, Антон Третьяк. Которые по представленным мне сведениям инспектировали и принимали гаубицы. А армейское начальство говорит, что гаубицы не в рабочем состоянии. Итак, по результатам того, что мы с вами узнали, только факты. Без ссылок на то, что мы проверить не можем, но в связи с тем, что в украинской армии воруют безбожно, подставляя своих солдат под пули противника, можно поверить и в это, ну скажем, эти одна баба сказала разговоры. Начнем. Итальянская Минобороны согласилась отдать без оплаты нужные Украине гаубицы. Была бы привлечена с подачи итальянцев американская фирма Ultra Defense Corporation, авторизованная чинить произведенные в США гаубицы. С фирмой в июне 2022 года заключили договор о починке и поставке починенных гаубиц. Почему-то аванс пять месяцев не посылали, хотя гаубицы очень были нужны на фронте. В октябре Минобороны Украины вдруг сообщила итальянцам, что меняют ремонтную кампанию. В середине октября Минобороны Украины произвели первый платеж, но одновременно стали требовать переделывания договора. В конце концов, переслали ремонтной кампании 70% стоимости сделки на поставку первой партии гаубиц, это около 20 миллионов долларов. В феврале 2023 года послали требование к американским ремонтникам заплатить неустойку в полтора миллиона долларов за опоздание в поставках. Поставленные гаубицы проинспектировали и передали в вооруженные силы Украины, вооруженные силы Украины осмотрели передные гаубицы и сказали, что они не в рабочем состоянии. То есть, пользоваться ими невозможно. Вопросы. Чего ждали 5 месяцев? Почему не посылали денег, которые имелись и именно на это и были выделены? Почему хотели поменять ремонтную фирму? Что хотели поменять в договоре уже после предоплаты? Почему гаубицы пришли не отремонтированные? Как приняли гаубицы, которые не стреляют? И самый главный вопрос. Кому выгодно, чтобы украинская армия не получала вооружение? Вот и вся история. Но есть еще, как говорят в Америке, вишенка на торте. Специалисты в армии Украины говорят, что починка гаубицы должна стоить не более 200 тысяч долларов. А Украина заплатила за это по миллиону за штуку. То есть, рекомендованная итальянцами, итальянскими Минобороны, компания взяла в 4-5 раз больше денег за свою работу, чем взяли бы их конкуренты. Немеренное количество патриотов и бессеребряников немножко заработали на Украине. А вы говорите, подождем до конца войны, вот тогда будем разбираться. Напоминаю, что генеральный директор американской фирмы написал Владимиру Пакузо, директору Департамента закупок вооружения Минобороны Украины. Ваша настойчивость в дальнейшем изменении контракта после того, как работа началась, является победой для ваших врагов и тех, кто хочет саботировать усилия по поставке оружия украинской армии. Вам война выгодно приближенным и придворным. Вот поэтому зачем быстро ее заканчивать, правильно? Зачем убивать корову, которая несет золотые яйца? Теперь подведем жирную черту. Гаубиц нет и денег. 20 миллионов нет. Кто виноват в потере необходимых Украине денег и смертях тех украинцев, которые не погибли бы, если бы гаубицы были доставлены вовремя и в рабочем состоянии? На этом все. Жду ваших комментариев. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok